С утра в районе реки Тея работает тяжелая техника. На помощь подоспели предприятия района. Бульдозер Придско-Дражного и экскаватор коммунального комплекса района пробивали путь большой воде сквозь глыбы льда. Пока техника освобождала путь реке, в поселке, там где это возможно, люди принимались расчищать завалы. К 12 часам дня уровень воды был еще выше критического, и большая часть семей, пострадавших от наводнения, вынуждена бездействовать, наблюдая за тем, как в их домах гуляет стихия. Слухи о том, что в населенном пункте орудуют мародеры, не подтверждают ни местные жители, ни сотрудники правоохранительных органов. Так фактов мародерства у нас никаких. Слово так мародерство, оно вообще звучит, может быть, не для нашего района. Именно факты кражи, личного имущества краждан, поэтому охрана общественного порядка будет осуществляться до снятия режима. Нет, не слышала, не видела, не слышала. А если были бы даже такие случаи, наверное, какие-то ходили? Ну, я никуда не выхожу, ребенок у нас тоже еще не приносил таких спиртейсов в школы. В два часа дня техника расчистила большую часть затора. Бальдозеристы без страха въезжали в бурлящий поток. Вода едва ли не доходила до кабины водителя. Но техника, как и люди, выдерживают суровое испытание. Первый прорыв показал, что операция идет в правильном русле. Через полчаса техника переброшена выше по течению. И как рушится карточный домик, стоит лишь убрать пару элементов фундамента. Рушится и ледяная преграда. Стоило водителю экскаватора раздвинуть с места пару глыб, как огромная масса воды в перемешку с бревнами, металлическими бочками, переломанными лодками сдвинулась вниз по течению. На один часов шесть домов оставались подтоплены. Сейчас, если вот вода спадет, через три с половиной часа просто посмотреть эти шесть домов. Ну вот эти самые низкие-то, может, и вода будет? Вот сейчас чуть-чуть. Слушай, вот это все, вот это съезд. Это съезд. Но сейчас хочет он, Юра, вода чуть упадет, и убраться в эту сторону, и вот это поле потолкает. Толкнуть оттуда. Да. Разбирать его. Но там глубоко. Уже через 10 минут показались затопленные постройки, автомобили. Уровень воды в черте поселка резко снизился. Там, где стоял лед, появилась чистая вода. Но о возвращении в дома жителям улицы Островная думать пока не приходится. Уровень реки еще высок. Артем Бозняков, Северо-Инисейская информационная служба.